всем привет друзья с вами варчик и у меня для вас и плохие хорошие новости итак погнали разработчики пуба запретили редактировать файлы игры теперь редактирование каких-либо конфигурационных файлов с разрешением и не игры официально запрещены правилами игры за нарушение банк после недавнего обновления постпроцессинг стал неотъемлемой частью player knows battlegrounds если раньше разработчики позволяли отключать эту опцию в настройках то теперь от нее невозможно избавиться даже если выкрутить настройки графики на минимум эти перемены закономерно вызвали бурю негодование у сообщества постпроцессинг не только затрудняет видимость врага на карте но и снижает производительность игры в которой оптимизации без того оставляет желать лучшего последний патч по моему мнению это огромный шаг назад в плане оптимизации которая была не очень хорошей но потихоньку за месяцы своего недолгого существования двигалась вперед а теперь шагнула на огромнейший такой шаг назад но все-таки кое-какие способы оптимизации игры еще остались и я вам подскажу какие даже на моем не самом слабом компьютере вы видите до и после и разница есть для начала в игре советую поставить все настройки на минимум почистить ваш компьютер от пыли установить какие-нибудь программы по типу клинера чтобы почистить компьютер от мусора перестанет винду если вы ее не перестанавливали даже не помните когда и тогда начать оптимизацию с настройки видеокарты правой кнопкой на рабочем столе панель управления nvidia управление параметрами 3d потом программные настройки выбираем программу для настройки из списка если в списке программы нету тогда добавляем теперь можете приступать к настройке этой игры либо какой-либо другой по желанию каждый параметр имеет описание внизу под окошком вы можете спокойно прочитать и оптимизировать игру в сторону производительности либо в сторону качества картинки для повышения производительности нужно выключить вертикальную синхронизацию режим управления электропитания поставить в предпочтительный режим максимальной производительности выключить тройную буферизацию поставить качество текстур в режим производительность не так давно у меня была другая видеокарта и настройки там были совершенно другие было намного больше параметров поэтому четко вам сказать что нужно изменять я не могу вы можете прочитать в описании если там написано что данные параметры при таком значении повысит производительность а при таком понизит то вы понимаете что нужно делать также в панели управления есть вкладка электропитания в ней можно выбрать профиль высокая производительность если его нет можно создать новый и выбрать высокая производительность и подписать его так как нравится вам это повлечет за собой высокую производительность и потребление большего количества энергии вот мы почти прошли все пути оптимизации этой игры но также еще нужно заглянуть параметры запуска в стиме и написать туда параметры запуска текст параметров запуска я добавлю в описании и вы сможете скопировать его вставить но вам нужно понять что не для всех подходят одни и те же параметры поэтому там есть цифра которая указывает сколько оперативной памяти будет использоваться этой игрой у меня 16 гигабайт оперативной памяти плюс я еще стримлю поэтому я выбрал значение 13000 то есть вам нужно еще оставить какую-то часть оперативной памяти для работы операционной системы либо каких-либо других программ которые могут работать параллельно с этой игрой если вы не стримите тогда можно оставить там гигабайт или два на систему а все остальное забить игрой на моем канале есть другие видео по оптимизации данной игры но они уже устарели поэтому было записано новое видео для вас постарался сделать наглядно разницу фпс до оптимизации и после оптимизации понимаю что на сто процентов понять разницу фпс сложно но заметно что фпс изменился в лучшую сторону обидно что даже на минимальных настройках в новом патче накидали ненужных всяких эффектов фпс просел у всех и лагать стало больше с вами был арчик играйте красиво пока